Орел и Решка Мега-шумные Мега-контрастные Это лучшее место для сезона мега-приключений Но новый сезон сам себя не проведет Так что знакомьтесь Привет! Неопытный путешественник Оля Антипова И путешественник без опыта Антон Зайцев Новые ведущие нового сезона Орла и Решки Мегаполисы В этом сезоне вас ждут мега-необычные Мега-провокационные И мега-безумные приключения Кто из них будет мега-бедным? А кто мега-богатым? Как всегда решит Орел или Решка Классный колоритный парень Он замерз Детский сад Всем привет! С вами Орел и Решка Мегаполис Судя по аэропорту, ну согласись, вообще не понять где мы Ну а если сделать вот так? А? Теперь все стало ясно, мы в самом колоритнейшем городе Азии Ханоэ Да, тут нет монет, тут только бумажные деньги Поэтому нам сценаристу дали вот эту фигню А что это? Я не знаю Открывай Так это мед, это мед вьетнамский Какая неправильный мед и неправильные пчелы Ну давай просто ее подбросим Ну так как тут нет Орла или Решки, давай звездочка и не звездочка Давай Звездочка А, ко второй программе ты уже звездочка Не звездочка Давай Не звездочка Дай Загугли в словаре слова бедность Ну ладно А знаете почему я не прекращаю улыбаться? Во-первых потому что Антон не отдал мне рюкзак А во-вторых потому что золотая карта осталась Оль Я забыл Оль Нет, 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 все слушай что? Давай, ты ушел ты Аааааа Нет, 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 тихо, тихо Ха Ной – главный мегаполис Вьетнама Ха Ной – это хана твоим ушам Как они бесят с этим сигналами Это капец твоей психики И полные кранты твоему желудку Это отвратительно Прощай, зона комфорта Привет Ха Ной Ха Ной Ааааа Да Вааао! Ну что я скажу? Это так быстро... Золотая карта! Золотая карта, наконец-то. Кто тут золотая карта? Кто тут золотые карты? Видишь? Куда хочешь? Куда хочешь идти? Мужик, я золотая. Золотая. Эй, братан, я всегда снимаю золотые карты. Я обожаю. Видишь блеск, видишь блеск, видишь блеск, видишь блеск. Я же могу купить себе все, что угодно. Заверните автобус с собой. Купи себе все, что хочешь. Во! Хочу и букет куплю. Вот этот. И если вам понравился поступок этого благородного молодого юноши, ставьте лайки. Ханои – это недорогой мегаполис. Чтобы вы понимали, 100 баксов в Ханои и 100 баксов в Житомире – это одни и те же деньги. Хостелы – от 7 баксов. Поесть в кафе можно на 2 доллара. А проезд в общественном транспорте – вообще 30 центов. Что? Меня же развели? 40 тысяч. Окей, это 2 доллара. Представляете, всего 2 доллара стоит. Вы не подумайте, что я неженка, но здесь очень душно, причем запах нестиранных носков так вот года 4. И у меня голова просто болела от этого счастья. А что это кто-то ко мне пришел? Скажи что-нибудь по-бедному. Иди зайди ко мне в автобус и понюхай ароматы ванили. Я не знаю, у меня пока моются мои мерседесы классы. У тебя мерседес? Мерседес? А у меня может тоже мерседес автобус. Я не знаю. А у меня таго! Пятисотый мерс. 5 метров восторга. Моя! 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 Та! 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 Та ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какой мост! За огромным мостом через Красную реку начинается столица Вьетнама – Ханой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У нас в головах сложился стереотип, что Вьетнам – такая аграрная, живущая по старинным устаревшим законам страна третьего мира. Да, здесь действительно трущобы, люди ездят сугубо на мопедах, но тут есть и высокие красивые здания. Это такой зарождающийся мегаполис. Огромное количество мопедов, толпы людей, все вот так вот кишмя-кишмя-кишмя-кишмя. Вот чтоб вы понимали, да? Какая тут движуха происходит. Чтобы понять, как оно в Ханое, представьте себя в железной бочке с гвоздями, которая катится по пыльной дороге. Тесно и ужасно громко. Атмосфера реально не агрессивная. Просто ты такой в недоумении, нахуй, нет, атмосфера агрессивная. По Ханоею невозможно прогуливаться, тут можно проталкиваться. Мадам, вы немножко толкаетесь. Протискиваться, пролезать, но не гулять. Хотелось бы маленечко поменьше людей, процентов на 80 поменьше. Тротуаров тут нет. Точнее, они как бы есть, но завалены мешками, составлены столиками, мопедами и прилавками. Ну тут пешком не ходят, реально. Не ходят. Кроме меня. Канои главные не пешеходы, а мопеды. Они и проклятие, и спасение города. Шумят, сигналят, дребезжат. Но если бы вместо них каждый ханоид пересел на авто, город парализовало бы. Он просто повторяет за мной. Хэллоу. 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 Фэштег Антон «Богач» снова делает добрые дела. Извините, можно купить фрукты? Сейчас я вам покажу королевскую щедрость. Мандаринку, мандаринку, мандаринку. Ему предлагать не буду, у него свои. Тебе побольше. Весят с этим сигналами, не могу. Мадам, прошу, для вас. Мне по ногам не проесться, да? Чуть не сбил, а, паразит. Я поняла, что здесь очень будет сложно ходить пешком, поэтому я решила взять в аренду байк. Арендовать его проще, чем заварить вьетнамскую лапшу. Не надо ни залога, ни прав, ничего. И стоит дешево. А он спрашивает, какой я выбираю шлем, а я говорю, у меня без вариантов. Представляете, уровень опасности, которому я себе подвергаю. Ааа, не хочу ехать на мопеде. Честно говоря, немного волнительно мне садиться на мопед. Но я думаю, что это все-таки проще или так же просто, как и на велосипеде, тем более смотря на их виртуозное управление, когда они вот так одной рукой еще и по телефону разговаривают. Так что я думаю, я тоже справлюсь. Наверное. А это шо? Ааа! 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 Я еду! Мне не нравится! Аааа! Ааа! Тебя-то побибикай, блин! Ничего себе! Ааа! Ааа! О, господи! А че не едет? А опять на тормоз жму вместо газа! Ааа! Как они тут ездят? Я себя не могу провести два метра, а вьетнамцы умудряются возить грузы. Целые семьи! А эти самоубийцы даже на дорогу не смотрят. Аааа! Пацаны! Ухх-х, хи-х, хи-хи. Хм-х kı-х! Хм-хх mo!!! Тут без проблем отдают туристам деньги за аренду. Ну и прекрасно, за бесплатно получился адреналин-тур по Ханое. Старый квартал Ханое. Здесь сосредоточено все бары, отели, рестораны, красавчики с золотой картой. Вот мне сюда. Здесь же расположен самый дорогой отель Ханое – Метрополь. У меня в собственной двери открыватель. Где мой чемодан-оноситель и отвешиватель поклона? Бон джор. Президентский. Мать моя, вьетнамская женщина. А-а-а-а. Это все для одного человека. Ребзя, я впервые в жизни вижу номер за четыре тысячи долларов. И мне не может тут не понравиться. Принципальное шоу – это и есть означение слова «роскошь». А-а-а. Тут в принципе в одной ванной можно уже спать. У меня свое собственное спа. Этот отель был построен сто лет назад во времена, когда Вьетнам был французской колонией. За это время тут успели побывать разные знаменитости. Здесь останавливались Дональд Трамп, Чарли Чаплин. Вот где-то здесь работал Уинстон Черчилль. Вот в такие моменты чувствуешь себя крайне важной персоной. Смотрите, какая ваза. Рок изобилия. Ханой довольно недорогой город. Он даже входит в десятку самых удобных городов для того, чтобы начать новую жизнь. И в принципе я могу себе позволить гостиницу, потому что они тут от 30 долларов. Ну или хостел от 5. И причем это будет не какой-то клоповник, а вполне себе приличное жилье. Но я выбираю вот этот вот хостел под названием пати-хостел. О, я же говорю. Смотрите, фри бир сегодня с 6 до 7 вечера. Я хоть пива и не пью, но грех не сходить. Пати будет вечером, а пока посмотрим на хостел. Хостел я никогда не была в хостел. Ой, мне нравится. Нравится, ну по крайней мере пока что. Особенно если больше никто не приедет сюда. О, тут есть вентилятор. О, здесь есть свет и есть розетка USB. И все это за 8 долларов. И это еще при том, что у меня собственный туалет и ванна. Признаюсь честно, у меня за плечами нет 50 стран и я не знаю, что делать в Ханое с золотой картой. Поэтому спросил у интернета и из всех вариантов выбрал самый колоритный. В Ханое все поклоняются духам предков. Считается, что без их помощи не случится ни одно хорошее событие в жизни. Поэтому если вьетнамцу, например, предстоит жениться, он идет в храм и делает подношение своим родственникам. Сжигая в специальной печи ритуальные деньги. Машины. В виде дыма подарки отправляются на небо его бабушкам и дедушкам. А те начинают хлопотать, чтобы у их внучка на земле все было в шоколаде. Ежегодно во Вьетнаме сжигают 50 тысяч тонн ритуальных денег. Все фейковые богатства можно купить на специальном рынке. Но если у вас спецзаказ… Большой золотой слон – это самое сильное подношение. Подаришь предкам слона – и будет у тебя все сразу. И ум. Вот тут будет сложно. И удача. Но аккуратнее с хлопота. И достаток. Сюда. Парни, не повредите целостность. Родственники не приняли мой дар. Слово пытался меня убить. Лучше бы денег прислал. Ребят, соберете там по частям. Я арендовала мопед с водителем, чтобы съездить в одно интересное место, которого еще нет в путеводителях. Но для начала послушайте важную информацию. Ученые бьют тревогу. Говорят, что скоро на планете будет столько людей, что мяса на всех просто не хватит. Вьетнамцы прислушались и стали массово открывать фермы по разведению насекомых. А именно сверчков. Это ферма? Что это? Это честь и как? Они не кусаются? Не кусаки какие-то. Я вроде не боялась никогда шухов, но что-то видимо до сегодняшнего дня. Сверчки – это еда будущего. Им не нужны пастбища, вода, как коровам и свиньям. Разводят сверчков вот в таких гигантских ящиках. Пару раз в день кормят – вот и весь уход. Ну зрелище необычное. А еще ученые доказали, что в сверчатине больше протеина, чем в говядине. Так что скоро у нас Оливье будет не с докторской колбасой, а со сверчатиной. Вот вроде не до будущего, а я как и вы все еще не могу в это поверить. О, он так миленько, у него такая башка и глаза есть. Жареных сверчков щелкают, как семечки, добавляют в салаты, а сушеных перемалывают в муку, из которой делают сверчковый хлеб, сверчковые макароны и даже сверчковые печеньки. Это перемолотые сверчки, кузнечики, неважно. Это печенье, из которого создано, собственно, понимаете, да? И это реально вкусно. Я не знаю, как вы, друзья, я настроена на полном серьезе. Ханой называют самым тусовочным городом Вьетнама. Но если просто ездить по улицам, этого не поймешь. Нужно идти в самый модный ночной клуб – 1900. В моем пати-хостеле тоже началась вечеринка. Я познакомилась с израильцами. Вообще, честно говоря, я думала, что здесь будут какие-то игры, ивенты, какие-то развлечения. Но, по сути, просто люди сидят и вместе общаются. Но это тоже неплохо. Я познакомилась, слава другу. Вы ничего странного не замечаете? Все люди с надувными шариками и, если присмотреться, они из них что-то вдыхают. Шарики надувают прямо в клубе из больших баллонов. Что в них – никто не говорит. Но эффект неожиданный. Субтитры сделал DimaTorzok Вьетнамцы вообще не умеют отдыхать. А ты с ним споришь о каком-то бесплатном пиве, а он говорит «не-не», а она говорит «да». Оказалось, что в Ханое популярны счастливые часы – это когда второй напиток дают бесплатно или с хорошей скидкой. Но жулики-бармены делают вид, что ничего не знают и наживаются на туристах. Если бы не моя новая знакомая, я бы о халяве так и не узнала. Вот она настоящая дружба. За бабкой, которой я сэкономлю, она борется. О боже, какая кровать. Хочу я на ней полежать. А вот одеяло-подушка. Сюда положу я уставшее ушко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утро во Вьетнаме начинается не с кофе. Утро во Вьетнаме начинается с зарядки. Зарядка для вьетнамца – это как зарядка для телефона, дает энергию на весь день. Перед рабочим днем хоть молодым, хоть пожилым обязательно нужно потянуться и размяться. А чтоб было не скучно, делают это целым районом во главе с физруком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце обязательно нужно посмеяться и поднять себе настроение до следующей зарядки. Это классно, когда ты можешь куда-то прийти, где вы будете кричать всякую фигню, смеяться, драться, прыгать и бегать. И от этого такая зарядка физическая, не только, еще и внутри. Это клево. Ханой – это мегаполис экзотической еды. Все туристы считают, что еда – это самое яркое впечатление и главное развлечение в этом городе. Курица пак-пак-пак-пак-пак. Значит, весь второй день мы будем развлекаться и устроим себе ханойский гастрономический тур. О, это похоже на драник. Так, я начну первое. Каждая улица Ханоя – это забегаловка, харчевня, закусочная. Готовят здесь не пойми что и не пойми как. На завтрак полагается яйцо? 10 тысяч, окей. Будьте осторожны. Во Вьетнаме обычные на первый взгляд яйца внутри с сюрпризом. И это не игрушка. Знакомьтесь, это балут – яйцо, в котором уже сформировался утиный зародыш. О, оно же как уродское реально. Тут уже видно средостроение все начало развиваться. Вены, кишка походу. О, оно еще и тыкается. Что там? О боже мой, оно разделяется. Это было крыло возможно его. По вкусу? Как переваренное… Не, я сейчас блеваную, честное слово. Но по вкусу, как потухшее такое переваренное яйцо. Но я понимала, что я сейчас если проглочу, меня вырвет. Даже в зубах сейчас находится и мне не очень комфортно. Мне прям подрывает, если честно. Я начинаю свой тур по самым дорогим ресторанам Ханоэ. Говорят, что даже лучшие шеф-повара приезжают сюда попробовать местную стряпню. Кстати, я снял приватный зоа в ресторане. Первым на моем столе очутился лобстер от вьетнамского шефа. На вид, как огромная креветка. На запах, как лобстер, хотя, признаюсь, я не знаю, как они пахнут. Спасибо, золотая карта, что я в первый раз в жизни пробую лобстер. Я сделаю необычный вывод, что богатым быть здорово. Ну что такое завтрак? Ну это необязательный прием пищи на сегодняшний день. А это чака по-ханойски. Рыба на гриле с кунжутным соусом. Второе блюдо можно есть только палочками. Берешь каждый ингредиент по кусочку, обмакиваешь в соус и перемешиваешь. После этого ешь. Звучит просто. Проблема только в том, что я не умею есть палочка. Но разве это проблема? Сейчас научимся. Наверное. Интересное сочетание вроде бы обычных ингредиентов. Рыбы, лапши, хлебные лепешки и трав. Вместе получается вкусно. Просто, но вкусно. И на десерт – желе из лотоса в кокосе. Мороженое, клубника, семена лотоса, личи, желе и все это обрамленное в кокосе. Это очень вкусно. Крабы. Настоящие крабы. Блин, так есть захотелось. Ой, что здесь такое? О, это похоже на драник. Ту, два, да. Вот этих вот драников. О, это как будто жир с тушенки. О, она будет здесь, она будет подогревать мой драник здесь, да? Вот это ляпота. О, ням-ням-ням. Оно по сути уличное, оно прям натуральное, на улице почти на полу стоит. Есть тут пыль, вот эти выхлопные газы. О, спасибо, что рукой мне положили рисовую лапшу и поправили также. К ханойским драникам подают лапшу, салат и рыбный соус. Нормально. Это, по-моему, все-таки не внутренности какие-то, это просто какое-то мясо. Это на самом деле вкусно, просто мне, наверное, брызгливо, что это улица. Я вообще не знаю, с чего это, даже не могу спросить, но вообще это вкусно. Мадам, 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 мадам. Это из чего сделано? Курица? Пак-пак-пак-пак-пак-пак или… Она повела меня куда-то по что-то… Это червяки! Это же червяки какие-то. Они вкусные, какого черта. А не, нормально и так было. Не зря мое сердце чуяло, что здесь будет подвох. Честно говорю, я такая брызгля по жизни. Вообще просто. Это вкусно. Червени Реиды – такая же обычная еда для вьетнамца, как для нас селедка. Их ловят в море, затем обдают кипятком, чтобы избавиться от ножек, перемешивают с яйцом и жарят как оладушки. Ммм, белиссимо. Ну ладно, я лапшу там доем. Ой, у меня аж внутри все содрогнулось. О, не, я уже не хочу. Не, не надо, мадам, там я видела, из чего у вас делают, аж руки затряслись реально. Вот это съем с лапшой. Не идет даже лапша теперь, потому что я макаю лапшу в соус, вспоминаю, что в этом соусе черви плавают. Спасибо, мадам. И становится не очень. Но я подкрепилась и как-то аппетит пропал. Здесь больше не хочу. За еще одним деликатесом нужно отправиться в одно фантастическое место – бухту Халонг. Обычные туристы берут небольшой круиз по этой бухте. Но я не обычный турист, я птица высокого полета. И я арендовал себе гидроплан – просто идеальное средство передвижения. Я посмотрю на бухту с высоты и непосредственной близости. Я приготовил специальные очки для созерцания прекрасного. Ну вот сейчас будет взлет! Обалдеть! Это нереально красиво. В древесине апострабов, скалистые пейзажи. Не было бы еще туристических этих многочисленных паромов. Можете потом на постпродакшене их убрать. По легенде, вот это вот самое место создал дракон много миллионов лет назад. Он пролетал и нарубал хвостом скалы, а потом они заполнялись водой. Я хочу сказать, что у этого дракона просто тончайшее восприятие прекрасного. На самом деле обошлось без помощи дракона. 25 миллионов лет назад здесь была сплошная суша. Но потом ветер и дожди унесли мягкие породы. Чуть позже сюда добралось море. Вот так и получился этот лабиринт из трех тысяч островов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть люди, которым повезло видеть эту красоту каждый день. Это жители плавучих деревень. ПОДПИШИСЬ БУДИЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон, я могу видеть вас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вестеприимный, девочка. А, гардеробная, гардеробная. Нормально. Такая двухкомнатная студия. В хижине два туалета. Один гостевой, один для хозяина. Мы устроили здесь устричную ферму. У туристов пользуются спросом. Вот такие веревки с пустыми раколинами. Опускаем в воду. И через месяц достаем уже облепленные устрицами. Запасы храним вот в таких водяных холодильниках. А здесь разбиваем и самыми жирненькими угощаем туристов. Капец. Устрицы никак не готовят. Прямо вот так живую отдирают и в рот. Уже выглядит отвратительно и достаточно вкусно. Мой ханойский гастротур привел меня на змеиную ферму. Змей держат в клетках, похожих на камеру хранения на вокзале. Мы находимся в темнице для змей. Вот так выглядит это место. Тут разводят гадюк, водных змей и кобра. Вот это самое опасное, пресмыкающаяся здесь королевская кобра, которая в принципе может съесть абсолютно всех змей, которые представлены тут. Вообще приятно встретить столько Олиных подруг в одном месте. Оно жрет меня. Пустите сюда Олю. Заберите это с меня. Не так я себе представлял золотую жизнь. Он же затушит меня. Я выбрал себе кобру. Перед следующим этапом заставляет выпить местные настоечки. На вороне, на зародышах крыс, на конском пенисе, на кобре. Как гигиенично. Спасибо за ваше змеиное здоровье. Я теперь буду выглядеть как вы. Потрясно. Что это? Похоже на какое-то ритуальное жертвоприношение. Что это? Похоже на какое-то ритуальное жертвоприношение. Я только что при мне. Он сначала вспорол ей горло и вылил всю кровь в стакан, чтобы потом разыть и потом видимо желчь, а потом так вспорол, чтобы достать сердце, за которое, даже когда его достаешь, еще несколько секунд продолжает стучать. И у них, по вере, нужно выпить эту кровь и потом съесть это сердце. Я думаю, что кровь размешана с алкоголем, потому что так ее не выпить. И ты должен не разжевать, а проглотить это сердце. Это отвратительно. Это ужасно. И во мне теперь 2 процента змеиной крови. Из Копры готовят целый фуршет. Суп, салат, долму и спринг-роллы. На вкус как смесь ухи и желе, только для богатых. Второе блюдо – спринг-роллы из змеи. Вот здесь уже чувствуется вкус змеи. Фарш. Тевтель в тесте. Третье блюдо – вот такая долма из змеи. Максимально острое. Четвертое блюдо – змея на гриле. Вот здесь больше всего чувствуется вкус мяса. Если сравнивать со вкусами, которые у меня до этого были, то это говядина. Но говядина более жесткая. Салат из кожи змеи. Более жилистая часть этого деликатеса – немного горьковатая говядина. За последний деликатес вы, вероятно, будете писать про меня гневные комментарии. Но не показать его мы не можем. Это часть культуры вьетнамцев. Я сейчас буду это есть. Я не знаю, как это можно воспринимать. Вот ты смотришь на эти лапки. Вроде как это собака – друг человека, собаку есть нельзя. Но с другой стороны, чем корова не друг человека, там свинья, пурица. Если бы это не было их культурой, даже мысли такой не возникло съесть собаку. Собака. Собака. Собаку. Собака. 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 И если честно, на вкус, как обычно, мясо, я бы даже сказала, может быть, говядина, конина. Ну, что-то такое. Но вот этот сам факт, что ты понимаешь, что ты ешь собаку, становится очень грустно. Что, еще другие попробовать надо. Вот это самая жесть. Тут добавлено меньше специй. И не можешь убрать с головы мысли, что это собака. Запах неприятный. Как бы это жутко не звучало, а это нормально по вкусу. Для тех, кто за – это сытно, это вкусно, это часть местной культуры. Для тех, кто против – эта традиция отмирает. Более того, многие жители Вьетнама категорически не едят собак и выступают под лозунгом «мы не едим друзей». А вьетнамские власти активно борются за то, чтобы запретить к 2020 году поедание собак. Для тех, кто за – у вас есть еще полтора года, чтобы приехать во Вьетнам и попробовать собачатину. Для тех, кто против – только что я съела своего друга и мне с этим жить. Если честно, я прям волнуюсь. Это первый раз в Орле и Решке, когда я прячу 100 долларов. Надеюсь, их найдет истинный путешественник. Вот улица Фунгхург. Вот кафе Транкил. А вот тут проходит железная дорога. В камнях, прямо возле рельс, прячу свои первые 100 долларов. Удачи! Уикенд в Ханое я не забуду никогда. Купи себе все, что хочешь. Здесь у меня был первый мерседес. Да! Да! Два! Первый лобстер. Первый полет на личном гидроплане. Это нереально красиво. Первая изжога от кобры. За ваше змеиное здоровье. Ханой, я люблю тебя навсегда и всех остальных буду сравнивать с тобой. А свой уикенд в Ханое я хочу забыть как можно скорее. Нет, асмосфера агрессивная. Они вкусные! Какого черта? Ханое, ты навсегда мой ночной кошмар. На тормоз жму вместо газа! Вечером с Ханоем произошло что-то странное. Все движение в городе остановилось. Сегодня сборная Вьетнама по футболу играет с командой Малайзии. Тысячи столпились возле экранчиков и экранов. Со два дня в Ханое я уже начала привыкать к тому, что это самый шумный мегаполис мира. Но тут он переплюнул сам себя. АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok